Приветствую вас всех на моем канале. Давайте посмотрим огненные знаки на сентябрь. Овны, львы, стрельцы. Посмотрим общее направление финансы, отношения, ну и бизнес-карьера. Итак, общее направление для огненных знаков, Овнов, Львов, Стрельцов на сентябрь месяц. Итак, месяц будет эмоциональный. Много эмоций, может быть не всегда положительные, но, как говорится, будут бить фонтаном. Придется очень много использовать интуитивных моментов для решения некоторых вопросов. Месяц довольно-таки будет тяжелым и напряженным. Придется отстаивать свои знания, свои границы, права какие-то. И придется выбор делать. Или, если уже какой-то выбор сделан, то в сентябре это получит развитие направления. То есть такой месяц очень много будет действий, очень много придется что-то планировать, держать себя в тонусе. Но очень важно будет слушать все-таки интуицию. Логика не всегда будет помогать в решениях вопросов. И события будут очень быстро развиваться. Очень быстро. Вполне возможно, что будут меняться события вообще в мире, и вместе с ними будут меняться и события в вашей жизни происходящие. Так, давайте посмотрим финансы. Как будут в сентябре у Овнов, Львов и Стрельцов складываются дела с финансами. Так, я бы сказала, что, в общем-то, неплохо. Вы сможете неплохо заработать на осуществление своих желаний, целей, поставленных ранее, к которым идете. Но это пока не до конца удастся осуществить, потому что будет недостаточно финансовых ресурсов. Но вопросы вы уже начнете многие решать. То есть добиваясь какой-то цели, идя к цели, вы сможете уже на большую, допустим, часть заработать денег. Но не полностью. То есть если, допустим, у вас есть кредиты, то, соответственно, вы какой-то, ну, хотя бы тот же регулярный платеж, вы легко на него заработаете. Но погасить полностью весь кредит будет недостаточно. При этом вы еще и сможете заработать на то, чтобы вы спокойно могли оплачивать остальные все свои желания. Но не в полной мере, так скажем. Придется за это, конечно, побороться. И, может быть, даже где-то придется отстаивать такие моменты, когда вам, ну, по каким-то причинам не полностью выплатят деньги, да, и вам придется доказывать, что это неправильно, что должно быть гораздо больше, там, допустим, денег выплачено. Вот. Либо вам скажут, что, извини, но сейчас с деньгами не очень, поэтому подожди. То есть, вот, придется побороться за какие-то свои права в плане финансов. Либо для того, чтобы побороться за то, чтобы получить возможность заработать эти деньги. Работы будет, в общем-то, много. Работы кропотливые, но, к сожалению, может быть не настолько высоко оплачиваемые. Поэтому в плане финансовом придется составлять планы трат. Что важнее, что в первую очередь должно быть оплачено, что позже. И очень будет много переживаний по этому поводу, что не на все хватает деньги. Но при этом деньги будут приходить регулярно, не очень большими, так скажем, суммами и медленно. То есть, не то, что вот там раз, вам и выплатили сразу все деньги. Нет, они вот будут как-то в течение месяца приходить. Но потихоньку. Но регулярно. Так, давайте посмотрим личные отношения. Как будут складываться дела в семье с противоположным полом. Если это супружеская пара, то, соответственно, это одно. Ну, а если даже у вас нет пары еще, то в результате мы, может быть, увидим, что она появится. Так. Так. Овны, львы и стрельцы. На сентябрь. Вечная жизнь. Вам захочется усилить отношения, получить их быстро, и, в общем-то, на мнение окружающих вам будет глубоко наплевать. Потому что захочется почувствовать, ну, жизнь, драйв от этих отношений. Захочется быть звездой, на которую будут обращать всем внимание. Это касается не только женщин, но и мужчин тоже. Именно для тех, вот, кто смотрит на данный момент расклад. То есть захочется, чтобы на вас всех обращали внимание. Все проходящие мимо, все, кто с вами работает, кто с вами общается. То есть они обязательно уделяли внимание, какая или какой вы там красавца, да. Будете пытаться в этом месяце еще и манипулировать людьми, которые будут попадать в ваше окружение. Не только ваши близкие, им больше достанется, да, но и люди, которые будут находиться рядом. Вы постараетесь так или иначе их использовать. Думать будете, а про своих партнеров будете думать, что это вам приз за то, что вы лучший или лучшая в мире. Но, несмотря на это, что вам захочется вот такого вот внимания большого со стороны, вы все равно внутри будете этого стесняться. То есть в основном это вот поведение звездности, да, звездная-то болезнь. Это будет как показуха или защита от вашей внутреннего напряжения и внутреннего одиночества. Вы будете от людей стараться спрятаться, а вас регулярно будут выдергивать, вы же звезда, то есть вас постоянно будут дергать то-то, то это нужно, то сделай так, то сделай это. А захочется при этом все-таки внутренней тишины и внутреннего покоя. В скорости вот эта звездность, она надоест. Она довольно-таки утомительная и забирает очень много энергии. Поэтому захочется, может быть, к концу где-то месяца все-таки тишины и покоя. И спрятаться совсем в одиночество, идти в горы или в лес, чтобы никто не видел и никто не слышал, отказавшись от всего. То есть вполне возможно, что это вот где-то начало месяца, такие желания, экстрима и известности, а к концу месяца захочется тишины и покоя. Так, ну и давайте посмотрим еще один вопрос. Это бизнес и карьера. Может быть, даже удобнее сказать, что какие-то проекты, да, потому что не все занимаются бизнесом, не все строят свою карьеру. Кто-то просто ходит на работу, старается заработать денег каких-то и решить свои какие-то задачи. Это своего тоже плана проект. Поэтому посмотрим, как будут складываться дела в сентябре месяце для огненных знаков, овнов, львов и стрельцов. Дела с проектами. Придется какой-то делать выбор, что лучше предпринять. Потому что вариантов, в общем-то, будет много. Два будет как минимум, и одни равнозначные. Поэтому, что из этого выбрать, будет понять сложно. Слушайте свою интуицию и туда направляйте свои стопы. Потому что, раз разбрасываясь сразу на многое, мы много теряем энергии и времени, результата не получаем. Как говорят, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Очень будет много переживаний, скорее всего, с этим связаны. Непонятно, что выбрать, что предпринять. Хотелось бы это попробовать, и это, и это. Выбирайте что-то одно и идите туда. Но для этого нужно успокоиться. Когда мы нервничаем, переживаем, мы очень часто принимаем неверные решения, эмоциональные. А при этом, при всем, вам удача будет способствовать. То есть, выбор-то, в общем-то, и тот, и тот хорош. Во всяком случае, неплохи. И дадут хороший результат. И вы сможете насладиться успехом, и поделиться даже этими результатами с другими людьми. Но придется очень много продумывать своих действий, много планировать, четко контролировать ситуацию и не торопиться. Не спеша двигаться, и тогда все будет так, как нужно вам. Сделанный выбор приведет уже вас к успеху. Так что, в общем-то, месяц получается такой довольно-таки напряженный, очень много активных действий, но при этом мы довольно-таки удачные и благополучные. Может быть, с финансами не совсем так, как хотелось бы, но при этом, если все четко распланировать, вам хватит этих денег на все. Желаю вам всем удачи в сентябре. Мирного неба всем над головой и всего самого-самого хорошего, всего, чего себе желаете вы. И до новых встреч!